С началом режима самоизоляции, введенном из-за коронавирусной инфекции, многие студенты и их родители потеряли источники дохода, поэтому оказались в сложной ситуации. Казанский федеральный университет, один из первых вузов страны, в кратчайшие сроки предпринял серьезные меры по поддержке учащихся. Так, 13 апреля ректор КФУ Лишат Гафуров поручил оказывать студентам поддержку в виде продуктов. С того момента уже раздали более 30 тысяч продуктовых наборов. Часть продуктов была закуплена за счет ресурсов университета, часть – благодаря спонсорской поддержке. Откликнулись крупные компании и главы соседних районов. Еще 7 тысяч наборов было передано студентам КФУ по решению президента Республики Татарстан Рустаму Миниханова. 1 июня стартовала уже пятая волна раздачи продуктов. Ранее мутро на территории IT-лицея КФУ продуктовыми наборами загрузили сразу несколько машин, которые отправились в общежитие студенческого городка. За один день гуманитарную помощь получили студенты 10 общежитий, проживающие на красной позиции Адели Кутуи, Гвардейской, Бутлерова, Пушкина и Губкина. В каждом наборе – сахар, масло, крупы, тушенка, макароны, изделия и печенье. Стоит отметить, что наборы периодически меняются. Таким образом, студенты получат все необходимые продукты в это непростое время. Это хорошая помощь. Мне очень приятно. Я не ожидала такого. И я очень благодарна Казанскому федеральному университету. Я очень благодарна ректору, который это все организовал. И что с их стороны оказывается такая поддержка для нас, в наш адрес. Мы этого не забудем, нам очень приятно. Также в магазине деревни Нерсиада цена на товар личной гигиены была снижена на 50%. Кроме того, ректорат во главе с Ильшатом Гафуровым собрал 650 тысяч рублей, чтобы финансово поддержать особо нуждающихся студентов. В КФУ обучается более 10 тысяч иностранных студентов. На сегодняшний день в общежитиях осталось более 6,5 тысяч иногородних и иностранных студентов. Очевидно, что наиболее уязвимы в этой ситуации иностранцы. Все международные транспортные сообщения, по сути, заморожены. У некоторых студентов возникают и трудности получения денежных переводов из-за границы. В связи с этим руководство университета пошло на меры трудоустройства нуждающихся студентов на работу непосредственно в Казанский федеральный университет и не только. Было предложено более 250 вакансий, трудоустроено уже более 100 студентов. Все это было сделано для того, чтобы поддержать студентов в это непростое время. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.